Чтобы стать никелем, мало быть рудою, чтобы добраться из шахты на мировые рынки, этот металл преодолевает бесчисленное количество превращений. За несколькими из них проследил наш корреспондент Денис Денисов во время большого пресс-тура НСРФ. Он побывал на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске и расскажет, где на Таймыре может быть по-настоящему жарко. Еще пару дней назад эта жидкая масса была частью горной породы. Но после путешествий по обогатительным фабрикам Норильского никеля она превращается в пульпу. Это некий коктейль из химических элементов. На Надеждинском заводе его разбивают на ингредиенты – медь, никель и серу. Плотный продукт, уже серный констрат, откачивается в автоклавы сероплавильники, в которых при подаче пара перегретого происходит расплавление серы и отслоение ее в отдельный слой. В дальнейшем откачивается склад серы. Конечный продукт. Ну а пока серы лежат на складе, то, что от нее осталось, рассекается по бесчисленным трубам завода, раскаленным до красна. Это, пожалуй, одно из самых жарких мест на всем Таймыре. Металлурги – люди по-настоящему суровые. Во избежание ожогов для спецодежды в печных помещениях не стоит касаться ничего, кроме пола. Процент содержания мези и никеля в этой огненной реке с каждым шагом производства становится все больше, отделяя от себя все лишнее. И в конце концов она разбивается на два больших потока. В жерле пламени, светящемся изумрудным огнем, бурлит медь, которая отливается в тяжелые пластины. Это называется анодная медь – второй конечный продукт фабрики. Его осталось только остудить и отправить на медный завод. Однако одна из крупнейших металлургических компаний мира прославилась отнюдь не медью. Тысячи литров пылающего металла, высекая искры, разливаются по гигантским чашам. Чтобы каждый день работать вблизи таких агрегатов, нужно иметь еще и металлические нервы. Потом бокалы для великанов перетаскиваются в соседний зал, где они наполняют фанштейны. Каждый фанштейн весит несколько тонн и размером с детский бассейн. Это уже почти никель – конечный продукт надеждинского завода. Но до своей финальной рыночной формы ему предстоит еще не одна переплавка на других предприятиях горно-металлургической компании. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24, Норильск.